Конечно, то, что уже произошло с 2007 года по сегодняшний день, можно назвать такой большой революцией не просто в жилищно-коммунальной сфере, а в облике наших городов, в отношении жителей городов к своим домам, к построению, пусть на первом этапе, очень непростых, но сегодня мы прекрасно понимаем очень важных и нужных систем, которые позволяют осуществлять капитальный ремонт домов, ну и самое главное, возможность ответить на вопросы наших жителей о том, что же будет все-таки с моим старым домом и как же все-таки залатать те дыры в прямом и переносном смысле. Только для Татарстана это более 11 тысяч домов площадью 52 миллиона квадратных метров. Ну это там целая страна европейская, можно сказать, и в объемах, которые мы называем. Три года назад фонд обратился к руководству республики с предложением создать региональную систему капитального ремонта в качестве эксперимента. И вот сегодня можно с уверенностью сказать, что такая система состоялась, она живет, она постоянно совершенствуется и развивается. Сейчас почти 60% всего многоквартирных жилого фонда уже отремонтирован. 60% – это очень значительная цифра. И нам бы хотелось перед тем, как у вас начнут работать как раз уже региональные системы капитального ремонта, посмотрели бы, как организована работа, пощупали своими руками, что называется, и использовали весь этот опыт в своей дальнейшей работе. Продуманность и тщательность работы механизма регионального оператора – это фактически основа всей устойчивости работы всей региональной системы, которая вот на обозримый период, вы знаете, там есть ближайшие задачи, есть долгосрочные задачи, должна обеспечивать поддержание жилого фонда в пригодном для проживания состоянии. Еще раз напомню, что поправки, которые были внесены в ЖК, требуют, чтобы такая нормативная база была создана до 1 января 2014 года. Но пока 27 субъектов установили у себя только минимальный взнос на капитального ремонта. Региональные программы приняли всего лишь 4 субъекта. Регистрация региональных операторов завершена только в 32 регионах. Мы знаем, что работа продолжается, она не останавливается, и даже вот в последние 2 недели уходящего года в большинстве субъектов такие законодательные акты будут приняты. Но вызывает сомнения в 5 регионах, это Республика Карелия, Иркутская, Калининградская, Псковская область, а также немало Ненецкий округ, где пока не принято ни одного законодательного акта. Время для исправления ситуации еще есть. Но если все-таки недостаточно требований самих, которые были в законе прописаны для исполнения того, что необходимо сделать, то я напомню, что начиная с 1 января соблюдение данных требований является обязательным условием получения средств из фонда ЖКХ. То есть субъект, кто эти законы не примет, может на средства пока не претендовать. Соответственно, необходимо все это будет привести в соответствие. У нас действительно 5 регионов, которые до сих пор ни одного нормативного акта не приняли. Они надеются, я попытаюсь ответить на вопрос, они надеются на то, что эта система будет отложена еще на полгода, еще на год. Но мы здесь последовательно занимаем позицию и с министерством, и с фондом, что никакого сноса сроков по введению систем капитального ремонта не ожидается. С 1 января 2014 года вступает в силу полновесный этот закон, осталось буквально несколько дней. Нормативных актов нужно принять еще много. По моим подсчетам, для того, чтобы система заработала, нужно 14 региональных актов и как минимум один муниципальный. Но вот Константин Георгиевич говорил, что где-то принято 2, где-то 3 полного набора всех нормативных актов, наверное, может быть, по пальцам можно перечитать те регионы, в которых они есть.